Подпишитесь на Рутуб-каналы и соцсети Спаса и смотрите все выпуски в поисках Бога. Спас. Подпишись на главное. Субтитры создавал DimaTorzok Я маленькая, вылезла из этой кровати и поперлась в дальнюю комнату, встала на колени, сложила ручки и стала молить. Я спрашивала ее, я спрашивала, говорю, я крещеная? Я стояла на коленях в течение двух месяцев, каждый вечер перед ее иконой, говорила, помоги, спаси, сохрани, чтобы он остался жив. Я знаю Наташу моей маме, он сказал, за что это мне я. Разрубил иконы и сжег их. Я очень хочу, чтобы они все вернулись домой. Любая правда, как никогда, она людям нужна. То есть на настоящие только правды. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего ты, сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Сейчас эту крылатую фразу из «Брата 2» актриса фильма Дарья Юргенс цитирует еще чаще прежнего. Фильм в последние три месяца переживает новую волну популярности. И звучит пророчески, и для нее тоже. Ее правда со своей Россией и Донбассом, там, на малой родине, в родном Мариуполе. Она провела свое детство и юность. Там похоронены ее родители. И еще до недавнего времени жил ее старший родной брат Никита, связь с которым она потеряла сразу после начала спецоперации. Едем домой, да. Культовый фильм. Ситуал легенда. Настрой замечательный. Мне казалось, что это невозможно, но бывают чудеса. Это действительно настоящее чудо. Родной брат актрисы Дарьи Юргенс нашелся и возвращается домой. Совсем как когда-то в фильме его сестра. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. В связь с Никитой пропала еще в феврале, в самом начале спецоперации. Дарья Юргенс уже не чаяла найти его живым. Как вдруг однажды на Пасху случилось чудо. Куда я только не обращалась, на какие сайты я не писала, кого я только не просила. Все тщетно. Никто мне не мог помочь. Никто. Один раз я наконец-то его нашла, что он и его супруга получали гуманитарную помощь. Это было 8 апреля, я все даты помню. В Пасху мне отзвонилась супруга, да, жена Никиты, и сказала, что забирайте его, забирайте, что они живут. Вот по такому-то адресу они находятся. Связь была плохая. Найти брата вызвался британский журналист Грэм Филлипс. В Донбассе его ласково называют Гриша, а для Дарьи Юргенс он теперь ангел-хранитель. Он вот приезжал в Мариуполь, он работал там на завстале, снимал. И я, мы с ним связались. Слава Богу, тоже его послал Бог как-то. Он очень любил брата два. Я ему просто написала и прислала свои фотографии. Он написал, что он едет в Донецк и сказал, что он будет в Мариуполе. И тут я уже писала, что вот у меня есть брат, которого нужно вывезти. Я обратилась к нему. Мы с ним переговаривались. И три раза он был в Мариуполе. У него не было пропуска вот туда, к заводу Ильича, потому что это далеко, далекие расстояния. И в конце концов он нашел военного корреспондента, вот Елену Бабкову, которая помогла ему. Я их называю эти люди, мои ангелы-хранители. Все три месяца, пока ждала новостей, Дарья без конца молилась Богородице и Ксении Петербургской. Однажды в ее часовне она повесила на шею своему брату-атеисту, ладанку Божьей Матери. Моя святая, которая, мне кажется, что вот она и брата моего спасла, хотя он как раз все время утверждал, что он атеист. Она все время была со мной. И в 2018 году он приезжал ко мне, я уже не могла приехать на Украину, а он приезжал к нам сюда, и я была в часовенке Ксении Петербургской и купила две иконки. У меня, значит, сама Ксения Петербургская, а ему Богородицу я повесила. И вот первое, что вот когда я его нашла, уже когда он вернулся, он приехал сначала в Москву к дочери, первое, что я у него спросила, я говорю, у него иконка, ладанка, я не знаю, как она называется, на нем. И она была на нем, потому что я стояла на коленях в течение двух месяцев, начиная с 24 февраля до Пасхи. Я стояла каждый вечер перед ее иконой у нас дома, держав в ладошках, зажав в руке, периодически ее целовала и говорила, помоги, спаси, сохрани, чтобы он остался жив. И я абсолютно верю в то, что она нам помогла. И первое, что я увидела, он сидел за столом, и на нем была иконка Богородицы, которую я приобрела вот в часовне Ксении Петербургской. И когда я ему еще вешала, я ему говорю, вот, он говорит, я атеист. Я говорю, пусть она будет с тобой, пусть она тебя хранит. И вот я верю в то, что это. Свою первую горячую молитву она шептала, стоя на коленках еще маленькой девочкой, когда однажды осталась одна в родной квартире в Мариуполе. Мне кажется, что Бога я нашла очень-очень рано. То есть, наверное, года три мне было или четыре. Мама с папой ушли куда-то. Но, наверное, на вечеринку я осталась одна дома, то есть спать. И когда я случайно проснулась среди ночи и поняла, что их дома нет, а я спала в одной комнате, а иконы наши были в дальней комнате, как бы в папиной. И я помню, что я маленькая, вылезла из этой кровати и поперлась в дальнюю комнату, встала на колени, сложила ручки и стала молить. Я говорила, боженька, пожалуйста, пусть мама и папа... Почему-то я решила, что их уже не будет никогда, и я, вот стоя на колешках маленькая, молилась, чтобы они вернулись. Потом, мало того, я вышла еще на лестничную площадку. Нет, мне было лет шесть, наверное, потому что я так смогла открыть дверь. Я постучала своим соседям, и они пришли со мной играть. Это было часов в двенадцать, наверное, в час ночи. И когда вернулись родители, они были сначала возмущены, а потом, значит, и вот мне кажется, что я с тех пор, я стала верить очень сильно, что вот Бог вернул мне моих родителей. Часть иконы в родном доме от бомбежек и мародеров спас брат Дарья, но одну Николая Угодника уберечь не удалось. Четыре иконы он спас. Но была одна икона, очень, мне кажется, она была красивая. Я ее в детстве больше всех любила. По-моему, это был Николай Угодник. По-моему, если я помню, я давно, правда, дома не была. Она была вся в каменьях. Очень красивая икона. И вот ее украли. Мне очень жалко. Мне очень жалко. Но она не принесет людям счастья. Историю этих, как оказалось, дважды спасенных икон актриса помнит еще со слов отца. А тот, в свою очередь, услышал ее от своего папы, Дашиного дедушки. История трагическая и мистическая. Дедушка был таким троцкистом. Он был красным, очень красным. Боролся, как он говорил, с белыми офицерами. Ух, сколько он их порубал, как он говорил. И он, уже когда был старенький, он сказал, у него было шестеро детей. И все шестеро умерли. И вот последние оставались его младший сын, мой дядя Валерий, и старший, мой отец. Сначала умер младший. Причем смерть за ним вот как раз шла по пятам. Сначала его чуть не раздавило ломом. Он был в глубокой яме. И рядом, буквально царапнув ему руку, упал лом. Потом он попал в аварию, где погибли все. И его тоже отвезли в морг. И оказалось, что он... Его собирали по кусочкам. Он жив был. И через три месяца буквально он пошел, вышел на работу. Причем не в свою смену. Его попросил его вот сменщик, который сказал, я заболел. Вышел дядя Валера. И его раздавило железобетонной плитой. Причем он спас людей, но самым краешком его задело, и он погиб. Еще через какое-то время заболел и Дашин отец, самый старший из детей. Папа болел три года и в 82-м умер. На его похоронах его отец с горечью покаялся вдове в страшном грехе. И в том, что смерть детей – это расплата за кощенство. Я знаю Наташа моей маме. Он сказал, за что это мне. Я разрубил иконы и сжег их. И вот тогда мне было 14 лет. Вот тогда, наверное, я поняла, что вот этого делать нельзя. И отец, оставшиеся какие-то иконы, он их спас. Вместе с Никитой они их привезли и вывезли в Мариуполь. И как их оттуда вывезти было уже невозможно, естественно, когда их просто бы не пустили через границу. И вот эти украденные иконы, они не принесут людям, мне так кажется. Это я так тоже чувствую. Может быть, я не права. А может быть, они кому-то помогут, я не знаю. Может быть, они кого-то спасут. Но я вот думаю, что нет. Иконы, а с ними и книги брат актрисы, историк Никита Юргенс, вывозил на тележке под обстрелами в несколько ходок. Сестра узнала об этом уже после его спасения. Он спасал книги. Он эти книги собирал. То есть у него очень редкие какие-то экземпляры такие, которых сейчас уже нет. И, конечно, он приводил в ужас людей. Люди искали по квартирам, грабили еду, вещи, еще что-то. А он спасал книги, вывозил их и таскал на тележках. Несколько ходок он делал. И когда под обстрелами, и как он рисковал жизнью, он все время говорил только, если вот мне суждено, значит, я погибну. А если не суждено, значит, все будет хорошо. У меня все разрушено. Квартиры нет. Несколько раз ограблено. Единственное, что удалось спасти семейный архив и книги. Вот я их таскал, там, сколько было в осаде в море, пешком. Приходилось по 10-15 километров проходить. Русские на войне своих не бросают. Да. И книги тоже. Правда, это наш брат. Тебе что надо? Тебе порогал мало дали? Привет. Давай быстро, чего тебе? Я за тобой. Русские на войне своих не бросают. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете. Я. Эти советские стихи в исполнении Данила Багрова из легендарного фильма «Брат 2» сегодня звучат особенно пронзительно. Его герои стали символом России. Побитой, но не сломленной. Россию, которую в 90-е хотели купить за американские окорочка буша, жвачку и модные тряпки. Но русский дух и Россия оказались непостижимой тайной, которую ни умом не понять, ни аршином не измерить. Я как-то с самого-самого раннего детства верила в то, что что-то есть там. И что-то, если его попросить, то он обязательно тебе поможет. Ну вот я была маленькая, глупая, но тем не менее я верю с детства. Вот с детства абсолютно верую в Бога. И иконы, они как-то очень сильно меня возбуждали. У меня как-то замирала душа в детстве. Я маленькая любила подходить, смотреть долго, всматриваться в лики. После переезда в Петербург она часто бегала в Спасо-Преображенский собор. И стоя на коленях перед поступлением в театральный институт, молила Бога о помощи. Но креститься довелось только после рождения сына в 23 года. Мама не крестила, потому что, видимо, времена были тогда суровые. Мама боялась очень сильно, потому что от сталинских репрессий пострадала сильно наша семья. И она мне все время говорила, не говори ничего. Она настолько боялась всего, и она, видимо, даже ей мысли этой в голову не приходила. Я спрашивала ее, я спрашивала, говорю, я крещеная? Она сказала, я не знаю, нет, по-моему, может быть, бабушка. Бабушка, твоя что-то бегала вокруг тебя с иконой. Но я этого не знаю. У меня никогда не было крестика. Я крестик стала носить уже только после того, как я вот так покрестилась официально в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде. Я уже родила Егора, мне было 23 года. Прошло три месяца. И в три месяца мой педагог сказал, я хочу быть крестным твоего сына. И я с удовольствием, как бы, сказала, конечно. Уже после крещения Дарья узнала, в этом же соборе была крещена и ее мама. Мы вот оказались крещены в одном соборе. А я этого до этого не знала. Это уже потом, позже. То есть как-то он меня сам привел к себе. Наталья Юргенс – народная артистка Украины, родом из Петербурга, из родного города. Она вынуждена переехала в Мариуполь, тогда Жданов, вместе с родителями во время блокады. Мама уехала отсюда из блокады. Ей тоже эта память страшная, которая вот грузом таким страшным висела. Она вспоминала про эти страшные блокадные дни. И для меня это было все очень больно. И она боялась сюда возвращаться, потому что воспоминания эти были тяжелые, страшные. Получается, из одной блокады... Она попала в войну. И, конечно, она... Вот в последнее время, в последние дни я ей звонила, и она говорила только... Я говорила, мамочка, как у тебя дела? Она говорила, у нас война, у нас война. Она повторяла все время эту фразу. Конечно, это было очень тяжело. И я говорила, поедем со мной. Она говорила, только не забирай меня, пожалуйста, не забирай, я там сразу умру. В театральном институте на Маховой учился ее папа, народный артист РСФСР Георгий Лесников. Тут работал и преподавал ее прапрадед, ученый Дмитрий Константинович Чернов. Эта связь Петербурга и Мариуполя проходит через всю жизнь ее семьи и ее родных. А сейчас станет еще крепче. Буквально недавно стало известно, что эти два города стали побратимами. Мама из Питера, прапрадед из Питера. Прапрадед, кстати, он нашел вот месторождение соли в Луганске. Вот это артемовская соль, которая сейчас дефицитная сильно на Украине. Вот эту соль открыл мой прапрадед Дмитрий Константинович Черунов, основоположник металлографии. Вот он здесь работал на Абуховском заводе. Потом вот когда его выперли из Абуховского завода, он поехал зарабатывать деньги, чтобы ему было нужно было кормить свою семью. Потом моя бабушка Александра Дмитриевна Чернова-Адеркас. Вот все мои предки отсюда. Перед самым Майданом Дарья словно почувствовала начало страшных событий, и всей душой рвалась в Мариуполь, всерьез думая о переезде. Но мама остановила. Я тогда очень сильно переживала, я это все знала, понимаете. Все вот знакомые говорили, вот, случилась эта революция, достоинство. Я говорила, начнется страшная гражданская война. Не будет Донецк жить с Украиной. Две разные веры. Абсолютно два разных народа. Западная Украина и Юго-Восток, и Центральная Украина. Я знала, что это будет война. Мне снился сон, страшный сон. Причем у меня какая-то паника была тогда. Я где-то в конце февраля, что ли, я начала искать, до Майдана, октябрь, ноябрь, я начала сумасшедше искать квартиру, чтобы уехать туда, к маме, чтобы ее как-то поддержать, потому что она сюда не хотела возвращаться. И они все время говорили, это наша земля, почему мы ее должны бросать, покидать. Когда у вас было желание туда переехать, мама же запрещала вам, да? Она тоже это все чувствовала. Она тоже все это знала, вплоть до того, что она мне говорила, Дарья, ты где будешь работать? Я говорила, ну как где, в нашем театре? И она говорила такую страшную фразу, сейчас она у меня так все время звучит в затылке так. Она говорит, не будет театра. И грубо так повторила, понимаешь, не будет его. Их дом в разрушенном Мариуполе один из немногих остался цел. И даже скворечник, словно напоминание из детства. Наш дом есть, он стоит, но наш четвертый подъезд, у нас обвалился только балкон. Причем скворечник, который я цепляла, вот у меня на балконе как бы кусочек стоит скворечника, в котором всегда жили скворцы. Их прилетали каждый, каждую весну. И даже они меня звали, вот когда я маленькая была, мама, когда меня звала, она все время кричала, Даша. И вот у меня скворцы, даже у меня, у нас, они тоже кричали, Даша, Даша. Мы мяукали, лаяли, потому что у нас всегда были тоже собаки в доме. Так вот этот скворечник держится, балкон обвалился, а скворечник стоит, висит вернее. А второй и третий подъезд, они... Ну там огромная дыра в доме. Это, со слов брата, он был последним, кто навещал родительскую квартиру. Папа не стал еще в 82-м, мама умерла после начала Майдана в 2014-м, 30-го мая. Она уже все эти 8 лет не может приехать домой, навестить их могила. Эта тема очень болезненна все эти дни и годы. Ну это действительно было самое счастливое время в моей жизни. Там были мои родители, я была любима, там был мой брат, там были мои друзья, мои одноклассники. Там было все вот... Потом началась трудная взрослая жизнь. А тогда я была абсолютно счастлива в теплом городе, возле теплого-теплого моря. И каждый год я туда возвращалась. Но время, когда это случится, уже не за горами. Она точно это знает и каждый день молится и за ушедших родных, и за живых, за наших ребят. Я все эти 8 лет с ними связана была, вот общалась с людьми и видела, что происходит, и как происходит. И ребята эти, которые там погибли, и Гиви, и Моторола, и сейчас вот Воха. Ой, это все мои ребята, все мои мальчики любимые. Я молюсь за всех, правда, молюсь за всех. Я очень хочу, чтобы они все вернулись домой. Ее молитвы за тех, кто сейчас бьется ценой своей жизни, за ее и нашу землю, и за правду. Ведь сила в правде, а правда с Богом. Кто с Богом, тот и сильней. Происходит какое-то объединение, и справедливость, и правда торжествует. Это, на мой взгляд, это моя правда, которую я отстаиваю, о которой я говорю. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. За что вы могли бы поблагодарить Бога? За жизнь, за сложную жизнь, которая выпала на мою долю. Я понимаю, что это все не просто так. Я, наверное, совершила много ошибок в жизни. Но я благодарна ему за те испытания, которые он мне дал. И благодарна за то, что он с вами рядом. Всегда. Я это чувствую. Я это знаю. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok